Астрид Лингрен Композитор Георг Ридель Оператор Рольф Линстром Режиссер Оле Хелбом Сегодня Как Эмиль ездил на аукцион Большое спасибо, Альфа. Вы не едете сегодня на аукцион? Едем. Сейчас начнем собираться в дорогу. В этот день в Бархове состоится аукцион, на который съезжаются все крестьяне. В Ленеберге, да и во всем Смолэнде очень любят аукционы. Жители Катхульта, конечно, тоже хотят туда попасть. Антон, возьми Эмиля с собой. Иди и выпусти его, Ида. Он уже достаточно наказан. Я не понимаю, для чего Эмилю ехать на аукцион? Ты мне можешь объяснить? Все закончится скандалом и без Эмиля. Если Эмиль хочет поехать на аукцион, то разрешение он получит от меня. Тебя это не касается. А я этому рада. Лучше следи за своим поведением. Не болтайся в толпе и будь серьезней. Эмиль, ты можешь выходить. Папа, ты мне что-нибудь купишь на аукционе? Купи, купи. Я когда-нибудь услышу что-нибудь другое. Разве не я купил тебе недавно леденцов на 10 эре? В январе, на твой день рождения. Ты забыла? Ну, Эмиль, ты поедешь с нами или нет? Вы поезжайте, а я поскочу за вами на Лукасе. Что он еще задумал? Лучше бы ты остался дома. И вернитесь домой целыми и невредимыми. Пока. Пока. До свидания. Слушай, я-то знаю, что творится на аукционах. Вряд ли они вернутся домой живыми. Ну, что ты говоришь? Они обязательно вернутся? Будем надеяться, что у Альфреда крепкая голова, и она выдержит удары. Со слабой головой на аукционе пропадешь. Моя старая кляча плетется в город. Она везет нашу телегу вперед, и мы очень этому рады. Эмилю нужны деньги, потому что без гроша в кармане на аукционе делать нечего. Просить деньги у папы бесполезно. Кому нужны деньги, тот должен сам об этом позаботиться. Но как? Тут Эмиль вспоминает о воротах, которые стоят на краю Катхульта и закрывают крестьянам проезд через хутор. Это прекрасная мысль. Все дети в Смолланде зарабатывают карманные деньги, открывая ворота перед проезжающими. Но Эмиль никогда не мог ничего заработать, потому что Катхульт находится на краю деревни, и через их ворота никто не ездит. Только Баркхова находится дальше. Что, Эмиль, ты сегодня привратник? Да. Большое спасибо. Ты сегодня разбогатеешь, мой мальчик. Откуда у тебя время для полезных дел? А пошалить успеешь? Обязательно. Почему ты закрываешь ворота? Потому что вы дадите монетку, если я их открою. Пропусти меня. Почему ты не оставишь ворота открытыми? И не подумаю. До сих пор эти ворота не приносили мне никакой пользы. Неужели я упущу удачу? Только не рассчитывай на деньги. Лукас, теперь мы с тобой можем скакать в Баркхову. Я заработал 95 эра. Неплохо, правда? Коровы просто замечательные. Еще у нас много домашней утвы. Этого хватит на весь день. Да, можно начинать. На аукционе громко называется цена, которую хотят получить за товар. И кто предлагает больше всех, тот получает кровать, диван или другую вещь. Внимание, внимание, дорогие друзья. Подходите ближе, начинаем. Претензии не принимаются. У вас было время, чтобы спокойно рассмотреть все выставленное на аукцион. Итак, мы начинаем. Сначала мы предлагаем молоток и клещи, необходимые в доме вещи. Я хочу получить за них 25 эра. 10 эра. Кто больше? 15. Уже лучше. 20. 25 эра. 25. 30. Уже 30. Кто больше? 32. 32. 35. 40. У нас уже 40. Раз, два, три. Продано. Молоток и клещи уходят за 40 эры Йохану из Кривсхульта. Следующий предмет. Топор. Такой замечательный топор нужен всегда. 15 эры. 15 за топор. Кто больше? Сколько за серпы? 20. 20. 25. Кто больше? Этот аукцион проводят потому, что много людей в Баркхове хотят уехать в Америку. Они не могут взять с собой своих коров и свиней, мебель и многие другие вещи и вынуждены продавать на аукционе. Это мальчик из Кривсхульта. Лучше сразу уехать домой. Кровать. Прекрасная, солидная кровать. 15 эры за такую хорошую кровать. Что я слышу? Это ж почти ничего. Кто больше? 35. Уже лучше. Ну, предлагайте. 40. Превосходные часы за 15 эры. Кто больше? 23. Раз, два, три. Продано. Часы уходят за 23 эры. Калем Хомбургер. Добротная скамья. Три кроны. 3,50. 3,50. 4,50. 4,50. 4,50. 4,50. 5. 5,50. Я хочу эту вещь и даю 5,50. 5,50. Я вижу, вы не хотите ее упустить. Ты предложишь больше? Нет. Итак, продано за 5,50 доброй женщине из Пеларны. Слава Богу, мне повезло, что бы я делал с этой дурацкой скамьилой. А теперь лопата для хлеба в хорошем состоянии. Ну, дорогие друзья, предлагайте. В хозяйстве всегда пригодится. Никаких предложений. Но я получу хотя бы 50 эры. Да, да, 50 эры. 50 эры. Лопата для хлеба продана Эмилю из Катхульта за 50 эры. Кто даст 25 эры? Я! Эмиль начинает торг за каждый новый предмет и приобретает кое-что интересное. Что ты здесь делаешь, Эмиль? Ты хочешь печь хлеб? Лопата для хлеба нужная вещь. Всегда пригодится. А эта старая шкатулка зачем? Я хочу подарить ее Иди. Она очень красивая. Смотри-ка, из Бархата. Ты с ума сошел. Шкатулка была красивой 50 лет назад. А это прекрасно сохранившийся пожарный насос. Кто хочет его купить? За одну крону. Ну, хорошо, 75 эры. Подумайте о пожаре. Последняя цена 25 эры. Я даю 25 эры. 25 эры. Раз, два, три. Продано. Ах ты, боже мой, я совсем не хотел его покупать. Хитрый парнишка Эмиль из Катхульта. Теперь он может тушить все пожары подряд. Альфред! Где хозяин? Он у коровника выбирает корову. 25 эры наличными. А теперь пара лыж. Кто начнет? Не слышу, не слышу. Сколько за лыжи? Хозяин! Хозяин! Я здесь. Хозяин! Да? Эмиль здесь и совершает все возможные глупости. Сейчас он купил пожарный насос. Что? Пожарный насос? Бог отвернулся от него. Мне тоже так кажется. Кто больше? Это единственная возможность. Почти даром. Всего одна крона. Одна крона. Полторы кроны. Кто больше? Где его носит? Ну, погоди. Если я его найду, у него глаза на лоб вылезут. Два крона. Два крона. Слушай, Эмиль Свенсен, владелец насоса. Зачем тебе это страшилище? Тушить огонь. Если ударит молнией или что-нибудь загорится. Сорванец, бездельник. Ты совсем разум потерял. Зачем тебе этот старый насос? И как ты думаешь, кто это будет оплачивать? Я уже заплатил свои деньги. Откуда у тебя деньги, негодник? Я открывал ворота. Да? Покажи-ка. Хорошо. Я бы не сделал таких бессмысленных покупок. Что у тебя еще? Шкатулка. Зачем она тебе? Лопата для хлеба. Ты же знаешь, что у нас есть лопата. Что за глупости? Такое старье. Совершенно бесполезная бархатная шкатулка. Я же говорил, что нужно покупать только полезные вещи. Неужели ты забыл, малыш? Ну, что поделаешь с таким сорванцом? Лимонад. Интересно, он полезен? Я думаю, да. Случайно есть лимонад? Случайно есть деньги. Удивительное совпадение. Лимонад наверняка полезен. Пиво. Я бы с удовольствием выпил еще лимонада. Еще одну бутылку. Глупый мальчишка. Ты хочешь все заработанные деньги стратить на лимонад? Сейчас я разозлюсь. Если у меня нет денег, я не могу пить лимонад. Если у меня есть деньги, я тоже не могу пить лимонад. Когда же, черт возьми, я должен покупать лимонад? Ты неисправим. Когда мы приедем домой, ты немедленно пойдешь в мастерскую. Эмилю стыдно. Он понимает, что поступил ужасно. Особенно потому, что он сказал, черт возьми. Ведь это почти проклятие, а проклятия в Катхульте строго запрещены. В конце концов, его папа – церковный сторож. Мастерскую не забудь, Эмиль. Когда Эмиль перестает стыдиться, он покупает еще бутылку лимонада. Еще одну бутылку лимонада. Альфред, мы с тобой понимаем друг друга. Да, мы с тобой друг друга понимаем, Эмиль. Лучшего лимонада я в жизни не пил. Аукцион – это здорово. Аукцион и ярмарка в Виммербе – самое большое удовольствие для крестьян. В этот день можно не работать. Похоже, ты не очень любишь работать. Люблю. Но у работников всегда много дел. Они никогда не кончаются. Но я всегда помогаю тебе, Альфред. Конечно, помогаешь. Счастье, что у меня есть ты, Эмиль. Мама боялась, что сегодня опять будет драка. Потому что на аукционах всегда дерутся. Когда твой папа был молодым, он поехал однажды на аукцион во Фрёдинге. И во время драки одного крестьянина убили. Он получил удар по голове и помер. Это был твой отец? Нет. Я точно не знаю. Того, по-моему, звали Август. У него были слабые кости черепа. Так доктор сказал. Поэтому голова и не выдержала. И когда Фрёге, тот, который убил, услышал это, он сказал, не могу понять, каким надо было быть глупцом, чтобы с таким черепом ездить на аукцион. Дурак был, Август. Смотри, Лина с хозяином Вороньего хутора. Я думаю, Альфред было бы здорово, если бы они с Линой поженились. И тогда ты будешь свободен. Да, было бы неплохо. Дело в том, что Лина выбрала себя в женихе Альфреда. Но главное, что Альфред совершенно не хочет быть её женихом. Альфред и Эмиль надеются, что Альфред сможет освободиться от Лины благодаря хозяину Вороньего хутора. Он, конечно, уже старый, ему 50 лет, но у него своя земля, и Лине, конечно, захочется стать хозяйкой Вороньего хутора. Надо позаботиться о том, чтобы им никто не мешал. У тебя всё хорошо? Да, не жалуюсь. Если из Вимирды приедут железнодорожники и прочий сброд, обязательно будет драка. Да, девушек лучше оставлять дома. Женщин нельзя брать на аукцион. Настоящая драка была бы сейчас кстати. Поверь мне, кто-нибудь обязательно начнёт. Я бы тоже поучаствовал. Ну что, я сделаю ещё один глоток. Саня ещё прилично выглядит. Я права не знаю. Двигайся вперёд. 15 крон. 15 крон. Кто предложит 20 крон за эту милую свинку? 20. 20. Вот это солидное предложение. Кто больше? 21. 21 крона. Кто больше? 22. 22 кроны. 22 раз. 22, два. 23. Он предлагает 23 кроны. 23 кроны. Раз. 23 кроны. Два. И 25 крон. Не жалко. 25. Кто больше? 25 крон. 25 крон раз. 25 крон два. 25 крон три. Продано. За 25 крон свинья продана в Катхульте. Ну что, свинка, в Катхульте тебе будет хорошо. Там живёт Эмиля, которым ты наверняка уже слышала. Послушайте, как она радуется. Вот идёт Бультен из Бо. Он мил и весел. Бультен из Бо, самый большой драчуный пьяница во всей Лёниберге. Все драки на аукционах начинает именно он. Это человек, который сам не знает, что делать со своей дикостью, которая внезапно выплёскивается из него после нескольких глотков из бутылки. К сожалению, не все пьют лимонад. И уж точно не Бультен из Бо. Тебе не стыдно, Лина, обнимаешься с этой вороной. Тебе не кажется, что он слишком стар для тебя? Ну-ка, повтори, если посмеешь. Нет-нет, сиди, сиди. Я беру Бультена на себя. Оставь в покое людей, которые мирно беседуют, понял? Чего ты хочешь, воронёнок? Оставь его в покое, иначе я тебе все кости переломаю. И ты поползёшь домой на карачках. Так и знай, ты сам напросился. Я превращу твою дурацкую физиономию в кашу, даже твоя мать тебя не узнает. Не раздевай свою пасть, толстяк. Кто я? Сейчас ты поймёшь, кто я, недомерок. Ну всё, хвостун. Получай, коротышка. За мной не заржавеет. То, чего все ждали, началось. И теперь люди мчатся со всех сторон, чтобы принять участие в драке. Иди сюда, Бо, сразись с нами. Иди сюда. Сейчас будет весело. Они дерутся из-за меня. Не воображай, пожалуйста. Ну всё, деревенщина. Ты где, Альфред? Где ты? В самом низу? Тебе всё ещё мало? Прекратите. Это не последний аукцион. Прекратите. Хватит. Оставьте силы на будущий год. Да, пожалуй, хватит. Тебе конец. Лина! Ты должна мне помочь. Иди сюда. Качай насос. Качай насос. Ах, ты что? Качай насос. Ах, ты что? Ах, ты что? Ужас. Тебя здорово побили, Альфред. Это не опасно. Только вот носа не чувствую. Я его так схватил, что он почернел. Этот удар он не скоро забудет. Он о таком и не мечтал. Покажи руки. Не так страшно. А что с тобой? Посмотри на мое ухо. Обычная рваная рана. Посмотри, как ободраны костяшки. В драке его сбили с ног. Не скоро заживет. На следующей неделе аукцион в Кнасхольте. Продолжим. Надеюсь, ты приедешь? Просто голова округом. Я не хочу драки на своем аукционе. А это не твое дело. Подожди. Ты прав. Я думаю, что на аукционе тебе очень пригодится пожарный насос. Этот как раз продается. Не такая уж глупая мысль. Сколько ты хочешь? 50 эры. Я купил насос за 25 эра, обрудал за 50. Заработал 25 эра. Надо же. Да, Эмиль, ты совсем не глуп. Когда вырастешь, из тебя выйдет отличный коммерсант. Конец шестой серии. Роли исполняли Ян Олсен. Лена Висборг. Аллан Эдваль, Эми Стром. Карл Сталёк, Маут Хансен, Бьёрн Густавсон. Совместное производство «Свенскфилм Индустрии Стокгольм» и РВ «Продукцион Мюнхен». На русский язык фильм озвучен студией «Пифагор» по заказу ГТРК «Культура» в 2004 году. Продолжение следует...